Привет, друзья! Первое, что вы, наверное, скажете, это то, что в сети существует огромное количество роликов о том, как сделать самодельный циклонный фильтр для строительного пылесоса. И я опоздал с роликом как минимум лет на пять. Да, это так, но так уж вышло, и мне понадобился циклон, поскольку мой старенький безвременно почил, а впереди штрабление стен и опробование моей новой насадки на болгарку для сбора пыли в пылесос. Ссылка на видео про насадку для болгарки позже появится в описании к этому видео. Да, и не забывайте подписаться на мой канал. И вот, при изготовлении нового циклона я все-таки решил поделиться с вами этим нехитрым процессом. Основываясь на предыдущем опыте, я сразу же исключил использование пластикового ведра и использование для соединения клеевого пистолета. Поскольку ведро из тонкого пластика ненадежно, схлопывается от вакуума, колется и на него неудобно одевать крышку, а клей из клеевого пистолета плохо удерживает патрубки, которые со временем расшатываются. Для нового циклонного фильтра я решил использовать металлическое ведро с крышкой и обручем на 10 литров. Хотелось, конечно, взять ведро побольше, литров на 20, поскольку в высоком ведре, как мне кажется, циклон работает правильнее, да и мусора влезает гораздо больше. Но так как сразу же в наличии больших ведер не оказалось, взял что было. Первое, что сделал, это усилил крышку ведра. Для этого вырезал из 16-миллиметрового ЛДСП круг, равный внутреннему диаметру металлической крышки, после чего вырезанный круг надежно приклеил к верхней стороне крышки. В качестве патрубков я, как и большинство, использую пластиковые канализационные отводы на 50 миллиметров, а для их нормальной посадки в крышке я взял переходные манжеты для этих же труб с внутренним диаметром 50 миллиметров и внешним 73 миллиметра. После того, как клей высох, размечаю в крышке место для двух отверстий, одно из которых располагается строго посередине для подсоединения пылесоса, а другое с небольшим отступом от края для всасывающего шланга. Далее намечаю отверстие тонким сверлом, после чего стандартной 76-миллиметровой коронкой по дереву прохожу ДСП до середины его толщины. Если у кого-то есть балеринка по дереву, отверстие можно сделать меньше миллиметра натрия, после чего лобзиком вставленной пилкой по металлу пропиливаю оба отверстия по прорези, оставшейся от коронки. В центральную часть будет вставляться прямой отвод, который я делаю с небольшим выступом внутрь ведра. На ведре повыше такой отвод лучше делать длиннее, тогда в пылесос должно попадать меньше легкой пыли. Одеваю манжету на отвод, надвинув ее на самую толстую муфтовую часть, после чего отвод с муфтой вставляю в центральное отверстие крышки. Чтобы одеть манжету на угловой отвод под 90 градусов, укорачиваю муфту на одну бороздку, после чего муфту с трудом, конечно, одеваю на угловой отвод и вставляю в крайние отверстия. Если покажется, что муфты недостаточно прочно сидят в крышке, то всегда можно подмотать на них с внутренней стороны крышки обычный хлопчатобумажный шнурок или веревку, которые создадут дополнительное уплотнение. Для перехода на шланг пылесоса Керхер я использую переходную муфту 50 миллиметров на 32 миллиметра, вставленную в отвод крышки, а на шланг пылесоса одеваю стандартный резиновый переходник, идущий в комплекте вместе с ним. Проверяю работу циклона, предварительно вынув мешок для мусора в пылесосе. Как видно, весь мусор оказывается в баке циклона, в самом пылесосе мусора нет. Но сразу хочется сказать, что очень-очень мелкая пыль все равно будет попадать в пылесос, и от этого никуда не деться. Поэтому для защиты бумажного фильтра пылесоса использование мешка я считаю обязательным. На этом все. Подписывайтесь и смотрите мои новые видео. Всем удачи и до встречи!